Пророки и гении зиждут Родину. И тот, кто ищет путей к России, тот пусть идет к ее гением и пророкам. Ибо они подняли на свои плечи наши бремена и наши слабости, наши страдания и беды, и приняли дары нашей природы и нашего духа. И, поставив нас во всей этой данности перед лицо Божие, открыли наши очи и отверзли наш слух, и дали нам мощный язык, и закалили наши сердца, и выговорили за нас и от нас символ нашего национального богоприятия. Они показали нам и то, чем мы призваны быть, и то, к чему мы способны, и то, как нам восходить на эту высокую и трудную гору. Это наши живые алтари, наши очаги, наши ангелы-хранители. Тот, кто нашел свою Родину, тот знает ее гениев и пророков и испытывает их, как своих учителей, вождей и ангелов-хранителей. И тот, кто ищет путей к своей Родине для того, чтобы открыть их детям, пусть ведет их к гениям, пророкам и вождям своей Родины. Не случайно я вспомнила слова философа Ивана Ильина. Говоря об объединяющей народ, национальной идее, мы говорим о гениях, создающих эту идею. Здравствуйте, с вами программа «Русская культура. Истории О». В чем величие его? В песенности и лиричности слога? В образности и метафоричности языка? Пожалуй, прежде всего, в том, что строки, написанные им более ста лет назад, по сей день являются объединяющим народ началом. Есенин – поэт соборный, объединяющий. На протяжении многих лет Есенин остается культовым символом, героем национального мифа, объектом стихийной канонизации. Этот факт еще в 1931 году отметил Николай Бердяев, писавший о посмертном культе личности поэта в России. Воспользовавшись терминологией польского исследователя Ежа Шакальского, можно сказать, что мы сталкиваемся с феноменом сакрализации фигуры Есенина. Больше века прошло с тех пор, как жил и творил на русской земле великий поэт Сергей Александрович Есенин. Но до сих пор память его хранится в сердцах людей, и каждый находит в есенинских строках что-то свое, родное. Это же классика. Понимаете, классика не может устареть по причине поднятых ею тем. Они вечны. Любовь, страдания, дружба, переживания по поводу государства. Это же всегда актуально. Собственно, это наш рязанский поэт, русский поэт, и он нам душой близок. У нас в университете ежегодно проводятся торжества, посвященные Сергею Есенину, так как есть центр по изучению творчества Есенина. Во-первых, он наш рязанский. Во-вторых, он наш русский. Ее стихи – это родниковая вода. С удовольствием читаю, перечитываю. Люблю, кто читает. Мне это нравится. Это здорово. Во-первых, это наш рязанский поэт Сергей Есенин, который мы любим. Как мы можем не любить его, когда он прославлял нашу землю рязанскую. Красивые наши березки. Красивое место Константинова. Это очень хороший, замечательный наш рязанский поэт Сергей Есенин. Стихи очень красивые, очень красивые стихи. Мне до сих пор они нравятся. Самые красивые стихи – это у него. Про природу. Когда даже едешь, смотришь, какие деревья красивые, и вспоминаешь Есенина. За его глубокую душу, за его очень нежные, трогательные стихи о своей родине. Я считаю то, что это очень замечательный поэт. И считаю то, что РБУ имени Сергея Александровича Есенина не зря так названа. Почему спустя век, даже больше века, Есенина остается любимым поэтом многих и читается, как будто он наш современник? Не знаю, может, люди никогда не менялись. Он действительно народный такой поэт. Выспевает красоту нашего края. У него очень много песен о родине. Его любовь к родине. Он же жил в Америке, еще женился на Американке. Оттуда не ужился, приехал на родину. Он как бы Рязанскую землю очень любил. Вот это я знаю про него. Я думаю, его любят потому, что он русский. И он поет о Руси. Он любит Русь и русский народ. И вот это его замечательное выражение, которое находится на стелле при въезде в Константинова. Значит, говорит все о том, что Есенин отражает судьбу, душу русского народа. И поэтому, я думаю, Есенин вечен. И то, что на его стихи столько создано музыкальных произведений, это просто замечательно. Я сибирячка, иркутянка, закончила историко-филологический иркутский. Но Есенин, он всегда был мною любим и дорог. И сейчас я каждый год 3-го числа езжу на праздник Есенина Константинова. Большинство все-таки русских людей, они очень тесно связаны с Россией. То есть душа каждого человека связана корнями с нашей землей. И поэзия Сергея Есенина, она тоже фактически выросла из духовной поэзии, души русского человека. Поэтому она близка каждому из нас. Ну и, на мой взгляд, каждый человек может в поэзии Есенина найти что-то для себя. Какой-то ответ на вопрос или комментарий к сегодняшним событиям. Она до сих пор актуальна. Она не потеряла ни своей красоты, ни новизны, ни пользы. Ольга Ефимовна Воронова уже многие годы изучает творчество поэта. Ей принадлежат многочисленные труды, следовательские работы, книги. В ее работах и встречаются рассуждения о соборности поэта Есенина. Есенин поэт не только России, но и всего мира. Его стихи переведены на 150 языков народов мира. И каждый народ находит в нем что-то свое. Немцы и австрийцы называют его русским Моцартом, англичане русским Гамлетом. Французским или русским Франсуа Виньоном. То есть, как во всяком великом поэте, в нем есть общечеловеческое начало. Поэтому он так интересен читателям, почитателям поэзии всего мира. Ольга Ефимовна перечислила отклики современников и потомков поэта. Невымышленный персонаж Достоевского, Пушкин XX века, крестьянский Тургенев, новый Орфей, Дон Кихот, деревни и березы, сельский Гамлет, русский Моцарт. Это все о нем. О деревенском златоглавом пареньке, рязанском Леле с пронзительно синими глазами, душой поэта и призванием пророка, поднявшемся из глубин крестьянской Руси к высотам мировой славы. Есенин – это сама Россия. Теперь уже не вспомнить, кто первым произнес эти слова. Важно лишь то, что сказанное оказалось истиной, воспринятой миллионами читательских сердец. В трудах Ольги Ефимовны Вороновой можно встретить рассуждение о Есенине как образе архетипа национального характера, со всеми его непримиримыми противоречиями и неразложимой цельностью духовной первоосновы, явленной миру в живой плоти и крови. О русском скитальце в особом понимании его трагической и высокой миссии. Сегодня биографию и творчество Есенина изучают во всем мире, пытаются проникнуть в тайну его, казалось бы, простой и всем понятной, близкой лирике. Многие ученые сходятся в одном – важно лишь то, что поэт любил свою родину, и прежде всего – малую, землю Рязанскую. Поэтому в его строках часто встречаются мотивы и образы, которые переносят читателя в Константинова начало XX века. В стихах Есенина, именно в тех стихах, которые посвящены родному Константину, вообще сельской жизни, вдруг мы с вами можем обнаружить, что там он оглушает не в «к», как требует норма литературного языка, а в «х». Есенин прекрасно владел нормой литературного языка. В том-то и дело, что он делал это совершенно сознательно, потому что ему так хотелось передать даже звук, звучащую Рязанскую речь. Диалектизмы, используемые Есениным, не случайны. Именно так он отображает колорит родной земли. Так он позволяет читателю почти физически оказаться в той среде, в которой жил сам. Вы знаете, в науке ведь давно уже изжили отношения к диалектам как к некой неправильности, как к искажению литературного языка. Уже, слава богу, утвердилось представление о диалекте как о памятнике народной культуры, народной речи, языка, потому что диалекты дают нам представление о том, каким был русский язык несколько столетий или даже много столетий тому назад. Потому что литературный язык в процессе своего длительного развития утратил многие явления. И уникальное явление, совершенно поразительное, потрясающее, что диалекты до настоящего времени сохраняют то, что литературный язык утратил много-много столетий тому назад. И это позволяет нам изучать русский язык в его истории, понимать, откуда взялись те или иные слова, потому что с точки зрения, например, литературного языка объяснить их значение невозможно. И вот эти тайны для нас открывает именно народная речь. А рязанская речь отличается звучностью, певучестью, образностью, яркостью, сочностью. Мне кажется, что если бы люди слушали бы диалектную речь, внимательнее к ней относились, то и речь городских жителей могла бы быть гораздо-гораздо ярче. День рождения Сергея Александровича не случайно выпала на осень пору вдохновения и поэтов. Само его имя, Сергей Есенин, звучит музыкально. Не случайно о его творчестве говорят, Есенина поют. Мы решили узнать, какие есенинские строки звучат в сердцах рязанцев. Утром в ржаном закуде, где злотятся рогожи в ряд, Семерых ощенила, сука, рыжих семерых щенят. До утра она их ласкала, вылизывая языком. У меня есть целое произведение «Товарищ» Сергея Есенина, оно достаточно длинное. И в нем он не такой поэт-пейзажист, как мы привыкли его видеть. Он там описывает свои переживания по поводу перестройки, по поводу Советского Союза, приходящего к нам. Строки. Сейчас на бегу не могу вспомнить конкретные. Советую прочитать. Белая береза под моим окном Принакрылась земной. Если крикнет Расцветая, Кинтерусь живи в раю, Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, Словно серебром. На пушистых ветках белой каймой Принакрылась снегом. Вот это я тоже не помню. А как много на свете кощек, Как мало среди котят, Сердцу снится зеленый горошек. Что-то там дальше. А скажи, Здравствуйте, Есть ли у вас любимые стихи поэты Сергея Есенина? Вспомните что-нибудь. Ой, я забыла, Даже я на первом курсе изучала Сергея Есенина на русском языке, Я забыла точно. Ну, естественно, Гой ты, Русь моя родная, Хаты в ризах образа, Не видать конца и края, Только синь сосет в глазах. Стихотворение моего любимого Есенина Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь дым, Увиданием солнечным охваченным Я не буду больше молодым. Несказанная синяя нежная Тих мой край после бурь, после гроз, И душа моя поле безбрежное Дышит запахом меда и роз. Я утих, годы сделали дело, Но того, что прошло, не кляну. Словно тройка коней оголтела, Я прокатилась через всю страну, Напылили кругом, накопытили, И пропали сквозь дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители Даже слышно, как падает лист. Риме Казаковой принадлежат строки, Которые перекликаются с размышлениями Философа и публициста Ивана Ильина О гениях и Родине. Есть национальные святыни, К ним любовь щемящая не стынет. Скажешь Пушкин, выдохнешь Есенин. Блок души спасения, потрясения. Потрясения пятен светлых, темных, Потрясения всем, что жизни значит. До рождения ты рожден и начат. И сегодня пред великим блоком Мы стоим в волнении и высоком. Всем величим Родины великой, Родины прекрасной, многоликой. Всем величим, всем, что им воспето, Пред величим русского поэта. С вами была программа «Русская культура. Истории О». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова